Какой режим? Тоже режим, режим. Но молодая девушка, она вообще не говорит и лежит здесь. Вы тоже не знаете, откуда вы сюда приехали. А вот центр привезли сюда. Истощенные тела, синяки под глазами. Эти материалы передал один из жильцов дома в самом центре Барнаула. О странном приюте в одной из квартир узнали по сильному запаху мочи, буквально заполнившему подъезд. Зашли в гости, судя по видео, деревянные кровати, кое-где без матрасов и старушки, плохо понимающие, где находятся. Как? Как вы здесь оказались-то? Как вас сюда привезли-то? Кто? Меня внучок привез. Адрес скажите. А я не знаю. Он в офисе работал, руководителем. Меня отправили. Председатель ТСЖ рассказывает, явная антисанитария. Антисанитария. Стоны по ночам, а ухаживают за неходячими больными такие же старики. Те бабушки, которые находятся здесь, мы не видим, что они гуляют. Мы не видим их на балконах. То есть они просто находятся в закрытом помещении. Как они там передвигаются? Что с ними происходит? Писали в полицию. Проверьте условия содержания пожилых людей. Пока лишь отписки, говорят жильцы. Нам удалось встретиться с администратором фонда, приютившего стариков. Мир без наркотиков «Успех» называется организация. Здесь заверили. Нарушения закона о регистрации якобы нет. Так как пенсионеров раз в три месяца перевозят с места на место, сдают же пожилых людей в приют часто их дети. А проверки в фонде проходят якобы регулярно. С полицией сотрудничаем вообще постоянно. Наша организация, она входит в государственный реестр поставщиков социальных услуг. Еще, так понимаю, должны быть какие-то тумбочки, шкафы. Да, да это все есть. Мы же соцзащита проверяли. Журналистов проверить условия содержания в странном приюте не пустили. А на следующий день мы узнали. Стариков срочно увезли неизвестно куда. И еще. Ночью одна из бабушек умерла. Мы уезжаем, все уехали. Отчего куда увезли? Спасибо вашему, думаю, правду. Выжили? Я, получается, потому что здесь бабушка сегодня умерла. Полицейские, приехавшие на труп, похоже, криминала не обнаружили. Намерены ли они выяснить, где остальные постояльцы, жильцам пояснить не смогли. Не проверили даже личности людей, не установили, что она проживает. Вот мы сейчас написали, их начали дергать. Они их куда-то увезли. Вот сейчас кто будет заниматься? Или всем вообще наплевать, куда этих беспомощных людей увезли? Вот сейчас вы едите, куда они поехали. Вот сейчас. Кто у них там старший? Вы проверьте, куда повезли этих людей. Это же ваша работа или чья? Приехала к дому и администратор фонда Лариса Ягофарова с супругом. И тут же вызвала полицию. Вы расскажите лучше, что произошло. Вы же не рассказываете. По мне в квартиру ворвался человек с камерой. Не хочет уходить. А приедьте, пожалуйста. Ну вот и сейчас он не уходит. Наряд прибыл почти моментально. Но в присутствии стражей порядка настроение четы Ягофаровых изменилось. Воспрепятствование законной деятельности журналиста. Это, кстати, уголовное преступление, хулиганство, угрозы жизни и нападение на глазах у полиции. Вот чем закончилась съемка. Я тебя запомню. Смотри, что делает. И еще штрих. По информации председателя ТСЖ, среди постояльцев странного приюта также была женщина-ветеран Великой Отечественной войны. Этот факт проверить не удалось. Все женщины, находящиеся в приюте непреклонного возраста, есть женщина-ветеран войны, опять же, с их слов. Мы так и не узнали, где сейчас полтора десятка бабушек из приюта. Почему слова руководства фонда о якобы нормальных условиях содержания противоречат видео и фото? Получают ли старики медицинскую помощь и не находятся ли в опасности? Теперь эти вопросы к прокуратуре и Следственному комитету. Максим Милосердов, Владислав Кириенко, Анатолий Фукс. Срочно в эфир. Катунь-24. Вы сейчас-то их проверьте, где они. Они и сейчас по пути, может, умирают. Хорошо. Ну вы же люди.